Ну, начну, наверное, с прошлой недели, наверное, были очень большие магнитные бури, и я должен извиниться, ну, как извиниться, на самом деле извиняться особо мне не за что, потому что я новость прочитал и забыл отметить, где я ее прочитал. Это речь идет, Коля, об Иране и о том, что Китай собирается у Ирана 20 миллиардов кубометров газа покупать. Смотрите, возможно, из-за магнитных бурь в моей воспаленной голове совпало две цифры. Первая цифра – это то, что в декабре прошлого года Китай расширил возможность забирать со Средней Азии через Туркмению газа на 30 миллиардов кубометров по году, а законтрактовал Китай через Туркмению, в том числе на среднеазиатском рынке, там такая большая встреча была, и у Байдена, и у Путина, и они сами встречались, от 9 до 11 миллиардов. То есть, наверное, вот эта цифра 20 миллиардов у меня совпала как возможная мощность, которую Китай может еще в Средней Азии добрать. Поэтому я перед вами извиняюсь, но и вот такая вам информация. То есть, физически у Китая есть возможность брать до 30 миллиардов кубометров газа в Средней Азии через Туркмению, а на данный момент он законтрактовал 9 до 11 миллиардов кубометров газа. Это уже подтвержденные данные, то, что вам интересно. Теперь самая главная новость, которая есть вообще этой недели, она, я считаю, что по сравнению с войной нашей украинской, она намного денежнее. Смотрите, продолжается победное шествие зеленой идеи в мозгах Соединенных Штатов Америки. Напомню вам, что буквально на первом же нашем эфире, еще в начале июня, мы говорили о том, что антикризисную программу по энергетике Байден и Америка видят не путем открытия шельфов, увеличения добычи нефти и газа, а путем проведения зеленого перехода. И первый закон, который был подписан, в том числе и касаемо Ленд-Лиза, он в первой части включал открытие шельфов Тихого океана и Атлантического океана Америки не для того, чтобы добывать там нефть и газ, а для того, чтобы устанавливать солнечные ветряные парки. Сейчас Байден обратился в Конгресс с законом, который называют антирецессийный, то есть для того, чтобы не допустить рецессии, наш дорогой товарищ Байден хочет вложить в экономику зеленого перехода 23 триллиона долларов США. Как бы ничего себе такая сумма. И при том это вложить до конца этого десятилетия. А учитывая то, что в свое время один чувак сказал о том, что мы первыми вступим на Луну до конца десятилетия, американцы это слово сдержали. Его, правда, грохнули после этого чувака, но американцы первые на Луну все-таки вступили. Теперь другой американец говорит о том, что до конца десятилетия они вложат 23 триллиона долларов в зеленый переход. Они могут их напечатать, поэтому им легко. В празднике, как это все делается, это министр энергетики Гренхолем об этом говорит. Что мы говорим? Мы говорим о том, что мы собираемся сделать монументальные инвестиции в чистую энергию и технологию декарбонизации. Мы хотим быть лидером на пути достижения зеленого перехода. И при этом мы собираемся поднять отечественное производство и устроить на работу еще один миллион американских работников, американцев. Мы собираемся сделать додатковые налоговые льготы на чистую энергию. И чистую энергию у нас будут делать электромобили, солнечные панели на дыхах, на крышах, тепловые насосы и многое все другое. Мы хотим, чтобы затраты семьи снизились на электроэнергию, снизились на сотни и сотни долларов каждый год. При этом республиканцы уже в панике. И сейчас я вам расскажу, почему они в панике. Они говорят, конечно, что дорогой товарищ Байден, а как ты собираешься, откуда деньги собираешься брать? А он им отвечает о том, что мы там для солнечных панелей, как я вам уже говорил, таможенный льгот и сделал, включая Красный Вьетнам, Индонезию, Малайзию и так далее. И еще, кстати, учитывая то, что он собирается микрочипы, в том числе и микропроцессоров, вложить около 80 миллиардов долларов для того, чтобы они начали работать по производству микрочипов на территории Штатов. Я думаю, что у них все получится. Одноприродный газ, он собирается вводить налоги. И вот эти вот налоги, это где-то 80 миллиардов долларов получится уже в этом году. И он говорит о том, что когда американцы сотни долларов начнут экономить на газе и электроэнергии за счет децентрализации и зеленого перехода, он не знает. А вот то, что они потеряют уже в этом году около 100 долларов на то, что цена на газ внутри взлетит, это 100%. И еще, он говорит, под укрозу ставится 100 тысяч рабочих мест в нефтеказовой промышленности. Дорогие товарищи республиканцы, я хочу вам со стороны маленького такого, очень маленького аналитика из Украины сказать о том, что вы вот этих 100 тысяч рабочих мест в 2020 году и 2019 похерили, даже не задумываясь, когда цена была отрицательная. И ни к чему вы их не поддерживали. Из-за вас, товарищи республиканцы, нефтегазовая промышленность Канады рухнула полностью. И такие города, как Эдмонтон, чуть не превратились как город-призрак, а многие другие города канадские с городами-призраками стали. Слава богу, что их пожары в Канаде спалили нахрен. Поэтому как бы там никто не считал, сколько рабочих мест было потеряно. Вот, на самом деле, если товарищ Байден сказал, то он, наверное, это сделает. Потому что это уже третий крупный законодательный акт, который делает вообще администрация Байдена по пути зеленого перехода. Первое, самое главное, это активация парижских соглашений. Второе, это антивоенный, антикризисный закон, по которому солнечные батареи эти открылись. И третье, вот это сейчас уже у нас закон антирецессионный. Вот, я думаю, что последовательность будет идти дальше. И что позволяет, ну, республиканцы угрожают и говорят, ребята, вы можете делать все, что угодно, но у вас же тут промежуточные выборы на нас осенью. И тогда у нас, наш дорогой товарищ избиратель, вот вам покажет, что будет происходить. Вот, на что, и, кстати, сейчас вот очень много крутится, республиканцы крутят по всех своих подконтрольных, там, европейских каналам, там, и американских каналам. Они крутят сейчас видео, снятое в начале июня месяца, когда, ну, целый месяц, от начала июня до начала июля, у нас цена на бензин в Америке инфляция обвела рекорды. То есть, я хочу напомнить, что там цена подскочила в два раза на бензин. Так вот, дорогие товарищи, хочу вам сказать о том, что на прошлой неделе произошло резкое падение цены на бензин. И, по словам аналитиков, если брать вот Флориду, а Флорида у нас такая классная штата, где половина есть республиканская, половина демократов, и, как бы, тоже не очень дешевая цена на бензин. Я когда катался по штатам во Флориде, во Флориде, или, как правильно сказать, там была самая дорогая цена. Так вот, цены уже упали до, сколько у нас, 3,79. И у нас есть 3,56 цена и 3,65. Кстати, к Леслию Форт Уолчбич я заправлялся. Там всегда низкие цены, но у них тут и упали. О чем это говорит? О том, что сейчас цена на бензин в Америке упала до начала лета. То есть, фактически, они сейчас пребывают в ценах 4 марта. То есть, цена упала у нас. Мы можем только порадоваться за США, что это означает для нас. Очень хороший вопрос. Что это означает для нас? Для нас это очень хорошая штука означает. Подключились аналитики наши такие долгие. Я вам, видите, как я вас опережаю всех аналитиков, которые есть мировые. Я вам аналитические новости даю на неделю, а то на дверь раньше, чем выйдут обзоры всяких там Блумбергов и всей остальной фигни. Так вот, они сегодня буквально выходит новость на Ригзоне. То есть, это вчерашняя новость, получается, для Америки. То, что я вам рассказывал. О том, что прогнозы на газ для Европы и на нефть для Европы, включая бренд ИВТА, почему нам важны WTI, почему нам сорт нефти важный. Потому что бренд – это такой легкий сорт нефти, который американцы сами часто используют. И там страны Тихоокеанского бассейна. А наши заводы нефтеперерабатывающие, они вот такими смесями пользуются, которые больше на WTI похожи. Они более дешевые. Так вот, впервые с момента начала войны прогноз цен на следующий год, 23-й, снизился до 89 долларов для WTI. А до этого планировалось о том, что он будет больше 100 баксов WTI. Это о чем нам говорит, дорогие товарищи? Это нам говорит о том, что давление электоральное на сами Соединенные Штаты падает. То есть, вот этот момент, когда люди тоже думают про холодильник, про бензобак заправленный, а им втирают уши, что это из-за войны в Украине происходит, это накал этих страстей уменьшается. И если вы считаете, что политика товарища Байдена для Украины хорошая, для вас хорошая новость. Если вы считаете, что она не очень хорошая, для вас тогда плохая новость, потому что вот этот момент подорожания нефти, подорожания газа, он начинает спускаться. То есть, вот уже аналитики не верят в то, что будет дорожать на 2023 год, будет дорожать нефть и газ. Наоборот, они говорят о том, что она будет дешеветь. И это только первые прогнозы. Вы подождите. То есть, я думаю, что к концу года у нас прогнозы, как я уже говорил, снизятся по газу, что газ в следующем году в Европе будет стоить 700-800 долларов, а, думаю, нефть у нас в следующем году в Европе будет стоить порядка 75 баксов, 80 баксов. Мы еще в этом году увидим такой прогноз на 2023 год. Почему она не снизится еще ниже? Причина очень простая. Она заключается, по моему мнению, в том, что кто-то должен финансировать зеленый переход. И на самом деле, Юра, еще раз, какой знак для нас, это то, что война затянется. То есть, это же не много, не мало, а 80 миллиардов дополнительных долларов, которые собираются снять сейчас за счет экспорта нефти и газа в Европу. То есть, налоги собирается, демократическая партия, увеличить на вот эти сверхприбыли. То есть, они прямым текстом говорят о том, что те, которые много зарабатывают сейчас на нефти и газа, надо делиться. То есть, вот это надо делиться, республиканцы оценили 80 миллиардов долларов. То есть, ну, это значит, что будет лишние 80 миллиардов долларов у администрации Байдена для зеленого перехода и для помощи в Украине. Вот, но на самом деле... Подожди, 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 подожди. Ну, вот эти 80 миллиардов... Шутка, это ирония. Ну, не помощи для Украины. Вот не надо, как бы, манипулировать, потому что 80 миллиардов долларов, там, для своих внутренних американских делишек, ну, наверное, точно не для помощи Украины. Потому что Украина, кстати, еще... Я, кстати, в прошлый раз начал... Украина еще не выбрала из 20 миллиардов, которые по оружию должны предоставить штаты. Украина еще 12 миллиардов не выбрала из 20 миллиардов. На 8 миллиардов мы только получили. Очень интересную тему, вот то, о чем мы сейчас говорим, на самом деле, касается очень интересной темы, которая называется перераспределение собственности в энергетической отрасли. Вот сейчас я, наверное, буду похож очень сильно на конспиролога какого-то, да? Да, но всякий раз после нефтегазовых кризисов, всякий раз после нефтегазовых кризисов происходило огромное количество сделок, ну, сделок в бизнесе энергетическом. Почему? С чем это было связано? Есть очень неприятный такой момент с вот этими высокими ценами на нефть и газ. Они заключаются в том, что никогда высокие цены на нефть и газ, фактически вот эти сферы прибыли, не достаются нефтегазовым компаниям напрямую. В основном вот эти вот супернефтегазовые прибыли получают финансовые организации. То есть так вот устроено все в мире о том, что тот, кто наперед купил, тот, кто потом на споте вот сегодня дешевле продал, тот получает вот эти все сливки. Сами добывающие компании, они, конечно, ориентируются на средние цены, они заключают контракты, но все нефтегазовые проекты и вообще все даже энергетические проекты, они очень долгие. То есть и поэтому компаниям, которые занимаются нефтегазом, как и космосом, как и, я не знаю, там, виноградом, они все живут на 10 лет, на 10 лет вперед. И, к сожалению, происходит так, что какие-то крохи со стола барского вот этих кризисов нефтегазовых достаются и добывающим компаниям. То есть там украинские собственники нефтегазовых компаний на эти деньги там покупают новые дома, детям, детей оплачивают обучение за рубежом, большие квартиры и так далее. Буровики в этот момент не считают деньги в барах и ресторанах, покупают маленькие дома и так далее. Но никто вот из работяг деньги наперед обычно не откладывает. И когда вот этот пик жирных, хороших, сладких цен на нефтегаз заканчивается, то сливки с рынка уходят, а вот эти компании, которые в этот момент привыкли не считать деньги, они в основном схлопываются. То есть это происходит постоянно. После каждого нефтегазового вот такого цикла происходит очень много сделок, очень много сделок. И, кстати, выкупают в основном вот эти вот компании нефтегазовые, выкупают финансовые организации, потом не знают, что с ними, просто денег дофига они делают. У нас таких примеров даже в Украине достаточно, когда финансисты приходили там, ну вот у нас была Полтавская газонефтяная компания, где вначале полковники-профессионалы делали, потом финансисты все продали, хорошо сделали и так далее и тому подобное, сливки сняли и ушли, потому что сами работать не умели. Вот таких вот полтавских газонефтяных компаний в мире десятки тысяч. И вот когда кризис закончится в следующем году, будет происходить перераспределение собственности. Но раньше вот этими компаниями очень хорошо занимались фонды. То есть были и росли серьезные фонды, типа того же часа пика и так далее, которые выкупали эти активы, нанимали профессионалов и дальше работали. Последние четыре года есть тенденция в нефтегазовой отрасли денег не давать. И вот есть одна большая такая черная дыра, которая говорит о том, что сейчас деньги уходят с нефтегазового рынка финансового, но они почему-то в нефтегазовую отрасль снова не возвращаются. То есть фактически нет финансовых инструментов, это касается не только добычи газа, увеличения объема бурения, для того, чтобы возникали вот эти фонды. Я, на высоком случае, за это время абсолютно не слышал, чтобы хоть какие-то фонды этим заняться. Более того, если вы обратите внимание на Ближний Восток, то что они собираются сейчас со сверхприбылями делать, которые за счет добычи? 170-километровый город строить полностью энергически независимо, правильно? А Байден тоже собирается строить что-то там у себя в Америке на шельфе, но не добывать там. То есть солнечные ветровые электростанции, то есть там на крышах солнечные электростанции собирается чувак строить, но никак не бросать деньги в добычу. Поэтому возникает такой простой момент, что, скорее всего, после этого кризиса нефтегазовой промышленности всего мира уготована судьба региональных бизнесов. То есть получаются такие, знаете, настройки над децентрализацией. То есть понятное дело, что никуда нефтегаз не денется, ни в Америке, ни так далее. Но, скорее всего, роль нефтегазовой, роль вообще энергетической глобализации сейчас будет сосредоточена в большей степени в молекуле, которую можно перевозить сюда. То есть вот такой вот мой прогноз. Из-за этого, то, что касается Украины, давайте к ней перейдем. Неутешительный для меня поэтому прогноз. Нам располагать на то, что будет оказываться какая-то помощь, суперпомощь на восстановление всяких криминчузских, НПЗ, одесских припортовых заводов и других монстров Советского Союза, скорее всего, не приходится. Это миллиарды долларов. И никто там на это деньги давать, мне кажется, абсолютно не будет. Советская экономика закончилась. Эта война ставит точку. Их, кстати, Путин это и сказал. Когда он говорил о декоммунизации, Путин, когда говорил о декоммунизации, то он же зловещий намек, он же был, я думаю, как раз вот именно по этому поводу. Поэтому декоммунизация в путинском варианте, она действительно заканчивает советской промышленностью в Украине, потому что, во-первых, ее невозможно защитить, во-вторых, она уже технологически устарела настолько, что слишком энергозатратная, и в условиях блокады наших портов мы еще не можем нашу продукцию ввозить. Ну, короче говоря, нам нужно полностью, практически мы будем после войны с нуля перестраивать экономику. У нас будет, как у Советской России, после Гражданской войны, сельское хозяйство и, ну, и, собственно говоря, все. И какие-то там вкрапления. Ты обещал сделать комментарий о новой книге Иргина, новая карта мира. Ну, и желательно новой энергии, чтобы ты тоже снимал комментарии Иргина Даниэля. То есть, ну, процесс, процесс не остановить, и процесс децентрализации не остановить. Если Америка сейчас выстраивает у себя децентрализованную энергетическую экономику, децентрализованную энергетическую экономику, то Америка, ясно, понятно, очень круто заработает на Европе, Украине, там, в других странах, которые продолжают жить в парадигме газопроводов, кифтепроводов, в зависимости от экспорта, импорта. Но сама Америка уже давным-давно суть только экспортер энергоносителей. А сейчас она на голубом лозу хочет избавиться наконец-то и от внутренней зависимости от нефти и газа. Опять же, это станет локальным. Я думаю, что мы увидим рост химических и нефтехимических производств в Америке. Но давайте я вам по теме своего любимого метанола, кстати, вам расскажу. Вот смотрите, метанол делается, грубо говоря, тонна метанола делается из тысячи кубов природного газа. Какая должна быть цена на метанол в Европе на данный момент? Ясно, понятно, что если цена на газ 2000 долларов, то как минимум себестоимость получается метанола за 1000 кубов. Одной тонной, по идее, должна быть 2000 долларов. А нифига. Цена на метанол сейчас считается только по американскому спорту. Там 380 долларов за тонну. Почему? Потому что Европа, ясно, понятно, свои химические заводы остановила. То есть она не может работать, когда в Америке стоит метанол 380 долларов за тонну. А напомню, что в Америке 1000 кубов метров газа стоит 150 долларов. Это сжиженного. А в Европе сжиженный газ на будущий год, я вам же сказал, будет продаваться по 800 долларов. То есть сейчас, скорее всего, как в свое время Фирташ убил украинскую химическую промышленность за счет дешевой цены на газ. А вот именно благодаря этой дешевой цене на газ Фирташ и стал химическим королем. То есть он получал среднеазиатский газ по 60 баксов в тот момент, когда в Украине газ минимум стоил 130-150 долларов. И он заходил, открывал дверь ногами в производство химических удобрений и говорил о том, что у меня газ по 60 и я могу длинговать сколько угодно. Вы по 60 долларов газ никогда не купите. А Владимир Владимирович Путин любезно позволял Фирташу покупать газ со Средней Азии по такой дешевой цене. Вот таким же образом сейчас будет происходить следующий шаг этого марлезонского балета. То есть сейчас химические производства, производство удобрений, примитивное производство удобрений, когда, например, в удобрении суть делается только метанол или суть делается только аммиак, то есть в Европе умерло. Потому что они не могут конкурировать с ценой 150 долларов в Соединенных Штатах Америки за тысячу кубометров газа. У них движ тысячи долларов. И даже 800 долларов не могут, и даже 600 долларов они не могут, Юра, конкурировать. Андрей, Андрей, подожди, дай тебе перебью, потому что это очень важный момент. Потому что это как раз ситуация, она очень хорошо показывает, что когда у тебя есть свое сырье, а в Украине есть свое сырье, газовое прежде всего, то это газовое сырье должно пускаться не на то, чтобы сжигаться в топках, а на переработку. Потому что нормальная страна, которая обладает таким сырьем, она пускает его на метанол, на химические какие-то полимеры, вот эти все вещи, которые позволяют резко увеличить добавочную стоимость. И подожди, и поэтому, подожди, подожди, я не закончил. И поэтому, когда нам вот все последние годы, вот эти вот 8 лет там, втирали по поводу того, что мы должны перейти на рыночную стоимость цены на газ, то это в результате превратилось в большую обдираловку со стороны относительно населения, относительно бизнеса, потому что наша химическая промышленность и сопутствующие убивались. Мы не имели дешевое сырье и сами просто себя выдирали, как сидоровую козу. И поэтому, когда мы будем приступать к модернизации, начнем ее осуществлять, то должен быть положен в основу большой и базовый принцип, что наше сырье должно быть, прежде всего, направляться на производственную базу, которая будет создавать добавочную стоимость, которая будет создавать рабочие места и которая будет позволять затягивать в Украину большое количество валюты и нормально зарабатывать. А только потом уже на отопление, на все остальное, и по ходу отопления нужно модернизировать, уменьшать потребление газов и прочее, 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 о чем говорил неоднократно Андрей. И тогда мы не будем вот в этой дебильной позе вечно прощающего, потому что все это, вот вся ситуация, в которой мы оказались, исключительно из-за того, что мы отказываемся сводить причину и следствие. Посмотри на Штаты, как они поступают, как они свой дешевый газ, который вследствие исландцевой революции получили просто в сумасшедших объемах, в 10 раз увеличили добычу газа. И ты получаешь ответ, что делать, что делать и какую политику вести. И не надо пинять на Европу, потому что Европа находится в позиции, когда у нее недостаточно этого газа, для того, чтобы, недостаточно себя сырять, для того, чтобы саму себя обеспечивать. И поэтому всегда нужно смотреть, раскладывать под сеансы, смотреть. Если у нас есть уголь, который у нас есть в Волынском бассейне, то надо добывать этот уголь и ложить на... И торф, и делать тоже метанол. Да, и делать метанол, делать... Но и продавать его, не сжигать печку. Да. Ну, то есть, это элементарные вещи, но... Почему? Давай я закончу уже тему при распределении собственности. Я думаю, что нам будет уже еще очень интересно поговорить. Но я все-таки специалист по энергетике, и хоть последние пять лет, ты знаешь, мы с тобой познакомились, из-за того, что я болею темой метанола в Украине. Я считаю, что Украина как минимум должна превращать все свои выбросы СО2 в метанол и производить минимум 3 миллиона тонн зеленого метанола в год. И для этого у него все есть. Не понимаю, почему мы это не делаем. Так вот, смотри, какой интересный момент. Статистика Российской Федерации, у него производство удобрений увеличилось всего лишь на 1-2%. Это говорит о том, что мощности, которые были у них по производству удобрений и так далее, и так далее, они у них перегружены, и больше они производить, в принципе, не в состоянии. И вот это то, что мы ради зерна разрешили Турции покупать их удобрения, это вот как раз был один из таких моментов, во что можно Россия превращать газ и очень высокомаржинально использовать. Это, конечно, удобрения. Вот. Но сама же Россия, вместо того, чтобы развивать свои химические, химико-технологические комплексы, она вместо этого делала что? Она строила ракеты, да, то есть она продавала сырье. И позволяла немцам классно всяким там байерам и другим там крупам зарабатывать деньги на химической переработке, да, то есть вместо того, чтобы оставлять добавленную стоимость у себя. И сейчас даже огромное количество газа дешевого, которое хлынуло на внутренний рынок российский, привел к тому, что гора родила мышь. Они увеличили производство удобрения всего лишь на 1-2 процента за последние полы. Но у них химико-технологическое отставание это раз, а второй момент, это очень важный момент, это то, что, ну, скорее всего, ну, сейчас атомную энергию и газ еще нам разрешат пару-тройку лет использовать во время зеленого перехода, да, а потом все равно, когда мы Россию добьем, их закроют. И вот эти вот все комплексы, которые делали удобрения не из биомассы, не из выбросов, не из мусора, то есть они все будут облагаться по новой таксонометрии европейской, они будут облагаться налогом. Кстати, из новостей, европейская таксонометрия признает ядерную энергию и газовую энергию кошерной еще, зеленой, в 2023 году. Это тоже изменения, которые были, вышли, по-моему, позавчера, да, в понедельник, это Еврокомиссия об этом объявила. Так, я тебя здесь перебью, знаешь, я хочу просто нести этот тезис, потому что, мне кажется, наше общество находится в какой-то просто прострации на предмет энергетики, потому что ты в это все про зеленый переход говоришь, и это стратегически, может, и правильно, все остальное, но я думаю, что сегодня находится ситуация, когда Украина решает одну простую задачу, как выжить. А выжить, она может, в том числе, опираясь на свой правильный энергобаланс. Мы должны сложить энергобаланс и должны сегодня добывать все, все, что горит, все, что мы можем кидать в печку, в топку, торф, уголь, и все остальное, потому что... Ты же переходишь к пятому пункту, который мы сегодня... который называется недобитая децентрализация, да? Я просто хочу сделать этот... Я просто хочу специально делать акценты для того, чтобы люди очень четко понимали, что мы не должны заморачиваться сегодня зеленым переходом и прочими вещами, потому что это нас не касается на данном этапе. У нас стоит вопрос выживания, если мы будем здесь строить зеленый переход... Ну, не так, Юрий. Вот смотри, вот если мы сейчас будем заниматься зеленым переходом в условиях, когда у нас просто завтра не будет территории, то мы просто будем идиотами. Поэтому нам сначала нужно решить вопрос, а как не допустить социального взрыва, потому что люди могут замерзать, ну, то, о чем ты говоришь, замерзать, сидеть бессверно и так далее. Да, абсолютно верно. Ты же сам знаешь о том, что я говорю, давай веса порубим на дрова. Я притом это абсолютно серьезно говорю. Я хочу, чтобы реально разрешили людям, не штрафовали, не запрещали, не делали большую вещь, чтобы стояли, чтобы полицейские стояли, когда едет человек, у него дрова торчат из окна, да, и царапают соседний автобус. А соседнего автобуса спрашивают, где дрова купил? Не штрафовал, да, а где дрова купил? Потому что это жизненно важная вещь. Вот должны быть вот эти простые вещи, то есть бросить деньги в добычу угля в этом Волынском угольном бассейне, для того, чтобы начали оттуда, чтобы хотя бы Западную Украину обеспечили этим углем, который... в администрации глава областной рады Тернополя был, что он тебе сказал? У нас в Шумском районе просто документов нет, по бумажкам не могут открыть карьер, который торф открытым способом можно взять. Старый карьер, он рабочий, его по бумажкам открыть не могут. Да, поэтому я буду настаивать, я буду на встречах с чиновниками, у меня будут такие встречи, и я буду просто настаивать на том, чтобы вот эти вот вещи просто максимально упростили, вообще убрали все препятствия, которые... Если кто-то может добывать этот вонючий торф, пусть он его, сука, добывает и заваливает... А теперь возникает один такой простой вопрос. Что я тебе говорю, так, но немного не так. Смотри, нужно не просто сказать о том, что давайте добывайте свой вонючий торф или там рубите в леса на дрова или еще что-то подобное. Но нужно быть немного хозяйской удиты и сказать о том, что слушайте, ребята, давайте купим там торфяную котельную не... Ну, нормально, которая это подготавливает, высушивает, в которой фильтры стоят. Правильно, давайте фильтры поставим. То есть, вот этот момент можно сказать про него. Так же самое, как и я. То есть, я же советую щепочные котельные, но я же вам не советую взять этот ручную динаму и с ручной динамой телефон заряжать, да, я же не идиот. Когда я вам говорю про солнечную панель, знаете, почему я солнечные панели тормлю? Потому что за ними все равно будущее. Что вы не делаете, эффективность будет увеличиваться и уже тренд намечен. То есть, это ветровые и солнечные СС. Андрей, это неправильная подача. Вот я тебе просто объясняю, почему это неправильная подача. Потому что солнечные панели нужно не брать не потому, что за ними сука, будущее, а потому, что зимой просто может не быть света и причем света не может быть даже для того, чтобы элементарно зарядить телефон, то о чем ты говоришь. Поэтому, конечно же, если у вас решен вопрос с альтернативными источниками энергии, стоит генератор, там еще вы об этом подумали, то конечно, вы можете, может быть, солнечную панель не нужно вам покупать. Но если есть возможность купить хотя бы одну солнечную панель, для того, чтобы зимой просто можно было зарядить телефон и позвонить куда-то, чтобы приехали вашего родственника в больницу отвезти, если не дай бог, что-то случилось, то в этой логике нужно ставить. То есть я сейчас просто хочу перевести все именно в логику в той ситуации, в которой мы находимся. Потому что стратегически, вот когда ты говоришь о том, что там строят Штаты, там сейчас будут этот зеленый переход строить и все остальное, то я просто хочу сказать, что сегодня мы Сербия в 1914 году. Штаты в 1914 году находились... Да, все-таки Хорватия. Я Хорватия не больше. Нет, подожди. Я просто объясню, почему Сербия. Потому что Сербия в 1914 году была в числе тех застрельщиков, которые оказались в числе первых пострадавших в рядах стран, которые оказались в Первой мировой войне. Так вот, война была долгой. Игодемичными терпилами остались по сей день. Поэтому мне Хорватия больше нравится. Она тогда была как бы в Сербии, но в итоге у нее теперь все хорошо. Ну да слушай о другом. Началась... Сербия начала Первую мировую войну по сути, как бы с Австро-Венгрией, с Германией, как бы там, да. Ее в ходе... Ее в ходе Первой мировой войны полностью оккупировали. Полностью оккупировали. Страны... Армию сбросили в море и она там сбежала в этот... За границу там, да. И Сербия понесла самые большие потери в процентном соотношении населения и потери. Там под миллион, по-моему, они были. То есть там чуть ли не каждый десятый погиб, понимаешь? Маленькая страна, небольшая. Так вот, а Штаты все время вот там вот, в тот момент, они находились за океаном, как и сегодня находятся. Они себя прекрасно чувствовали, потому что у них огромная экономика, они могли строить большие планы. Форд разрабатывал свой... запускал свой конвейер там, да, и запускал ту промышленную революцию, которая обеспечила Штатам ведущие позиции в мире. Поэтому мы сегодня в позиции Сербии. Поймите одну простую вещь. И поэтому мы, во-первых, все наши ресурсы должны направить на то, чтобы не допустить то, что произошло в Сербии в ходе Первой мировой войны, чтобы не завоевали, армию не разбили, там не сбросили. Во-вторых, обеспечить элементарные потребности населения, чтобы оно было в тепле, оно было, значит, со светом, да, с едой, и чтобы мы могли делать... Наша экономика могла делать там что-то для обороны, что-то там для людей, закрывая их элементарные потребности. И тогда у нас... И тогда у нас будет уже повестка потом, на следующих этапах будет повестка зеленого перехода, там, будущего и всего остального. Вот я об этом. Согласен. Давай тогда, раз ты мне пас дал все-таки туда вниз к нашим лайфхакам и гаджетам. Вот я, знаешь, вот я с людьми поражаюсь, конечно, это же не боты всякую фигню пишут у тебя. Потому что иногда боты пишут. Кстати, в прошлый раз, когда я начал говорить о том, что Россия поиграла в летней битве, да, ты видел, сколько ботов подошло? Бляха-муха, я становлюсь знаменитым. Там просто такой, таких колерованных триколорадских пришло. Да, это так работает. Поэтому, кстати, полайкайте эфир, вовлекаем в эфир большее количество людей, потому что соотношение лайков сейчас один к двум к числу смотрящих. Поэтому лайкаем эфир, вовлекаемся, подписываемся, на колокольчик жмем. Я посмотрел статистику, только 13% у нас подписано на колокольчик, хотя этот процент может на других каналах достигать 30%. Это тоже важно с точки зрения вовлечения. Ну, естественно, я уже не буду там говорить о спонсорстве, там, патреоне и прочих вещах. Это уже кто как может. Я кажу, короче, давай, включайся. Смотрите, у нас был первый лайфхак, когда я вам показал, как под дождем в 5 часов вечера с 5 до 6 и так далее солнечная панель одна, три панели все равно греют низковольтовые нагревательные приборы и ничего там и очень хорошо забирают там те немногие 100-200 ватт энергии, которые даже под дождем, под пасмурным. Ну, дождь шел, Юр, мне холодно было, у нас температура упала в этот момент градусов до 16. Холодно, идет дождь и все равно солнечная батарея работает. При этом она не направлена в зенит и лежит в тени. И мне все равно продолжают с упорством идиота писать, что зимой у вас ни хрена работать не будет, что зимой все падает в 10 раз и так далее. Ребята, и что у меня солнечная электростанция и она вот тебе график, она показывает. Чувак, по этому графику прекрасно видно, что у тебя в солнечный денек, даже вот я вот посмотрел, там в этот момент было минус 7 градусов днем, но было солнечный день, у тебя в этот момент солнечные батареи фигачили, давали тебе 2 киловатта энергии. Слушай, тут на 2 киловатта энергии можно вообще, то есть, там не то, что кашу сварить, а дом нормально запитать зимой. А мне это нужно 3 ампера, 3 ампера, 3 ампера и 30 ватт для того, чтобы 2 телевизора работало, или там гаджеты 10 штук зарядить, 10 можно их зарядить на солнечной панели и большего я не ожидаю зимой. А летом я ожидаю, конечно, от 4 солнечных панелей, вот мы, кстати, следующая серия будет 4 солнечных панели на маленький домик, где зимой я обеспечиваю себя гаджетами, я умом понимаю, что всего лишь там 3-4 часа в день у меня будет этот домик зимой энергонезависимый, то есть и солнце будет светить, а если будет пасмурная погода, у меня будет стоять большой аккумулятор, который позволяет будет просто-напросто работать газовому котлу хотя бы 1 час в день. Мне же ничего не мешает 1 час в день, когда работает этот газовый котел, взять температуру теплоносителя, выкрутить на максимум и взять просто за этот час газом прогреть себе дом так, что на следующие сутки мне снова хватит, пока это будет заряжаться. И как вы меня не убеждаете, что вы мне не говорите, ребята, ну если я ставлю 3 солнечных панели, подключаю до нее обыкновенную свою печку из дома и не могу к ней прикоснуться, то что вы мне писали, не писали там в комментариях, это все фигня. Возьмите сами, подключите 3 панели и, мляха-муха, если вы руку удержите на плите, ну я не знаю, я вам тогда премию Дарвина выпишу просто-напросто, потому что реально прикоснуться к ней нельзя. И вы мне уже, если у меня что-то я получил уже через тактильные ощущения, значит, ничего мне не это. Второй момент. не рассказывайте мне, когда я там ваты с вольтами путаю, амперами и так далее. У меня и так в этот момент в голове вот так вот всего, три прибора подключенных и так далее. Ну, вот, иногда говариваюсь, у меня слова паразиты есть, там, и все, но это мне неприятно, но я, честно говоря, на это забиваю. Ну, серьезно говорю, я не то, что я вас не уважаю, поэтому делаю, но мне никто денег за это не платит, то есть я не буду своего, например, Любомира, редактора моего технического, садить и заставлять его вырезать вот эти Э или переснимать там вольты и амперы из-за того, что я где-то оговорился. Умный человек все правильно поймет, кто хочет до меня доколебаться, идите вы в жопу, то есть, откровенно говоря. Я так... Андрей, Андрей, меня слышно? Да. Меня слышно, да. Андрей, не обращай внимания, пожалуйста. Если ты так будешь нежно реагировать на любые замечания, то... Ты истощися. Да, у которого много любовниц, и он просто... И у него просто, конечно, наступает бессилие. Поэтому... Я после этого эфиры пересматриваю, страдаю из-за этого. Но, с другой стороны, мне когда положительные вещи мне говорят, это меня мотивирует для того, чтобы для вас что-то сделать. Я вам всем обещаю, что у нас сейчас... То есть, заработала одна батарея, я вам показал, как... Коль, ты не знаю, смотрел ты видео или не смотрел. Юра его выкладывал отдельно, я его видел, да. Да. Я показал, как взять за 400 гривен блушный УПС, пойти в Эпицентр, купить две новых для него батарейки за по 400 гривен каждое. 400 гривен плюс 800 гривен, это будет 1200 гривен. И купить в интернете приблуду за 300 гривен, которые эти батарейки будут заряжать. То есть, 1600 гривен, да. Вот я показал, как потратить 1600 гривен и заряжать все гаджеты и по-человечески вас предупредил. Смотрите, не затеняйте. Смотрите, пожалуйста. То есть, обязательно обратите внимание, что у меня попался УПС, который выдает пилообразную эту синусоиду, и поэтому у меня там зарядка для ноутбука не работает. Поэтому возьмите, проверьте, то есть, перед этим, чтобы покупать. Потому что и котлы тоже бывают, которые не заряжаются от пилы, ну, от пилообразной синусоиды. То есть, возьмите, купите другой БУшный УПС. И, кстати, я хочу вам сказать о том, что я не упираюсь на то, что вы купили новую себе солнечную панель за 109 евро. Есть достаточное количество БУшных панелей. У меня даже на странице я там дал за 40 евро номер телефона человеку, который БУшные панели нужен. Что ему? У него все купили? Я не знаю, но сказал, что 20 штук оставалось. После того, что я рекламу дал, вроде бы продаваться у него стало очень быстро. Но таких, на самом деле, ребят, которые БУшные панели то есть это не он один-единственный. Вы начнете себе искать. Извините меня, конечно, пожалуйста, но цена, получается, гаджета, который будет тебе заряжать панели, ты сможешь смотреть телевизор, у тебя будет 3 часа в день работать газовый котел даже в квартире двухконтурный, который потребляет 100 ватт и так далее. Ты сможешь себе на этих, ты сможешь себе на аккумуляторах, если купить инверторную печку, там покушать горячее приготовить, воды согреть. Это будет час в день, 3 часа в день, 4 часа в день, как вам повезет. То есть, но это все равно это тепло. Если речь будет идти всего лишь там, раньше я вам говорил о том, что выжить можно в квартире без электричества 3 дня. Я вам говорю, с таким агрегатом вы уже сможете выжить в квартире неделю. А если еще заморочитесь, то сможете, ну или там на даче, например, то сможете прожить вообще всю зиму, то есть, но потихонечку надо к этому идти и другие страны тоже идут. Вы увидите все, вы увидите щепочные панели, я не буду оставлять этого делать. А зимой мы посмотрим с вами, как это все работает. Я первый, который буду говорить, если где-то ошибку буду сделал и если что-то не так сделано. То есть, я от вас никуда не деваюсь. Юра мне говорит, что война еще продлится энергетическое долго, поэтому каждую среду потом будете меня пинать. Там народ пишет, что выложи распечатку этих цен у себя на фейсбуке. Так я же их сфотографировал, ну что, вы до конца не можете посмотреть, я специально увеличил эту штуку. А у меня на фейсбуке она есть. Кстати, на моей страничке на фейсбуке, посмотрите, у меня лента там, конечно, длинная со всякими новостями, но там есть это сообщение. Я пишу, я ставлю. А я же тебя лайкал, по-моему, тоже с этим сообщением. Романенко есть это на... Но я сделаю еще раз, то есть, для меня не тяжело. Я еще раз вам видео... Я специально распечатал счета, специально распечатал вот эти названия и так далее. Сейчас у меня эксперимент более уже серьезный. Это я вам покажу, какая у меня энергоэффективная дача и как я ее сделал, как за тысячу долларов сделать себе дачу. Тоже, по-моему, вам интересно будет, как я ее сделал за штуку баксов. Вот. И она у меня очень сильно энергоэффективная. То есть, я вам тоже об этом все расскажу. И не парьте мне, кстати... Ссылку на Андрея Закревского в фейсбуке я кинул в чате. Вот, посмотрите. Я сейчас вот... Кроме того, я, хоть и административный, но все-таки заместитель директора института нефти и газа по энергетике. Вы видели, что там у меня приборы стоят, у меня есть и осциллографы есть, благодаря университету у меня есть с кем посоветоваться, да, и все. То, что я вам выдаю, ну, это уже достаточно упрощенный вид. Но некоторые вещи, ну, никак более просто не объяснишь. Разве что, надо быть гениями, но эти гениями по миллиону просмотров собирают. Это непростой труд, я вам хочу сказать, делать эти все обзоры и рассказывать, как готовить буляш, там, и как сделать электростанцию за 150 баксов, при этом не экать, не акать, и не путать вольты с амперами. Но у меня есть с кем проконсультироваться, и если я что-то делаю, то есть это уже ответственно. То есть оно у вас 100%, если будете соблюдать правила, не загорится, и 100% это все не пройдет. Продолжение следует...